Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях новое лицо, прошу любить и жаловать, Олег Ясинский, независимый украинский журналист, который уже много лет живет постоянно в Латинской Америке. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте, Павел! Спасибо большое за приглашение. Олег, каково вообще сейчас быть украинским журналистом, который обращается, вещает во многом для российской аудитории? Вот как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Потому что у нас довольно сильны настроения. Вообще Украины никакой не существует, никогда не существовало. Тогда украинским журналистам как надо себя, значит, называть? Новоросские журналисты или бывшие украинские журналисты? Как вот вы видите эту такую несостыковочку? Павел, вы знаете, вот в этом вопросе, наверное, десяток интереснейших тем и вопросов вы поднимаете. С одной стороны, первое, что мне приходит в голову, это то, что журналистика, международная журналистика, это вообще чуть ли не бывшая профессия, потому что в ходе последних событий журналистика как таковая уничтожена или почти уничтожена. Журналистика превращена в конкурс фейков или конкурс пропаганды, причем если раньше пропаганда строилась на каких-то идеях, когда они были, или сейчас это чистый маркетинг, и это огромная проблема. Если говорить немножко более серьезно, я обращаюсь, я говорю не с российской, не с украинской, не с латиноамериканской аудитории, и я обращаюсь просто к обычным людям без какой бы то разницы по поводу их самоидентификации, происхождения и так далее. Мне здесь интересно подчеркивать не наши национальные особенности, различия или травмы, а то человеческое, которое в нас, несмотря ни на что сейчас осталось. Поэтому, что касается Украины, это сложнейшая тема, мы сейчас находимся в очень сложный, очень переломный момент истории. Я думаю, что понятие национального государства или национальных границ преднадлежит уже скорее прошлом, очень будущему, потому что процесс глобализации, процесс нелиберальной модели, которая уничтожила национальные границы для капиталов, для финансовых потоков, для транснациональных корпораций, границы остаются только для людей. Я думаю, что паспорта, гражданство и так далее, это тоже какой-то атовизм в какой-то момент исчезнет. Мы идем к созданию общечеловеческого общества, общечеловеческой цивилизации. Как бы странно и дико это сегодня не звучало. Тем не менее, сейчас в слово Украина каждый может вкладывать свое собственное понятие, потому что Украина, опять же, это в любом случае, это не то образование, которое выстраивалось украинской политической властью, точнее не ей, а ее кураторами, даже не последние 8 лет, буквально с момента уничтожения Советского Союза. Поэтому, говоря об Украине, можно предполагать все, что угодно, но для меня Украина это вовсе не правящая в Киеве власть, которая однозначно враждебна, одинаково враждебна как Украине, так России и вообще всему лучшему, что было на нашем постсоветском пространстве. Поэтому, опять же, можно меня называть украинским журналистом, можно придумать какой-то новый, более современный термин. Я думаю, что это не столь важно, интересно суть вещей, о которых мы можем сегодня говорить. Олег, раз уж вы затронули такие глобальные тенденции о странах и границах стран, вот на прошедшем не так давно Давосском форуме была в очередной раз озвучена и, так сказать, продвинута мысль о том, что нам нужны 15-минутные города. Это такой интересный способ организации жизни людей, чтобы они вообще никуда не выезжали. Вот у вас есть дом, и у вас в шаговой доступности, в 15-минутной доступности максимум на велосипеде проехаться или на самокате. Вот у вас школа, детский сад, поликлиника, больница, вот у вас рабочее место. И вы здесь, в этом закутке, там несколько гектар по площади, вы живете практически всю жизнь, там пять раз за всю жизнь, вы куда-то выбираетесь. Зато как экологично, не нужны никакие автомобили, не нужны никакие самолеты. То есть есть у нас силы, которые продвигают для простых людей вот такие вот клетки с воздушными, со стеклянными стенами. А для себя, для высших лиц, они продвигают наоборот. Да, полную свободу, никаких границ, где хочу, там и живу. Полная доступность, благ в любой точке земного шара. Вы знаете, я немножко был в последней неделе оторван от новостей, я был в разных местах без доступа, иногда даже электричества, не говоря об интернете. От меня исчезли, для меня эти важные детали упущены. Да, вы говорите об очень интересной теме, потому что да, конечно же, для системы, которая представляет Давовский форум и не только Давовский, идеально было бы, чтобы эти люди жили в 15-минутных городах, при этом не думали, не читали, не знали истории, были заняты только своей собственной жизнью, которая все больше похожа на выживание для большинства человечества. То есть, это и есть тот процесс расчеловечения, тот процесс люмпинизации, который мы сейчас видим на всех континентах. Людей необходимо окончательно допревратить в ничем не интересующееся быдло, которое удовлетворено удовлетворением своих каких-то элементарных физиологических потребностей. И при этом население можно будет направлять в нужную сторону на выборах, на этой фикции демократии, которую мы сейчас хорошо знаем во всем мире. Эти люди будут думать, что нужно, будут чувствовать, что выгод до власти. При этом, если население слишком растет, его можно будет сокращать путем применения разного биологического оружия, различных пандемий и всего остального, что для нас уже в избытке подготовлено властью. Совершенно верно. Олег, вы еще одну крайне важную вещь затронули, я не могу пройти мимо нее. Вы сказали о том, что стараетесь говорить не с русскими или украинцами, а вы предпочитаете общаться к тому человеческому, что у нас есть в каждом из нас. Вот как вы отвечаете себе на вопрос, как наши народы снова могут жить добрососедски? Как раз вот Зеленский выступал, говорит, никакой не было у нас общей истории, никакого добрососедства быть не может, все, это все мы оставляем позади. И очень много высказываний с обеих сторон, от пропагандистов, от лидеров мнений, о катастрофическом расколе между людьми. Хотя по факту у многих остаются с той и с другой стороны родственники. То есть есть какие-то вещи, казалось бы, объективно существующие. Нет. Делается все, чтобы окончательно разорвать связи между нашими государствами, народами, странами. Я думаю, что, к сожалению, это делается достаточно успешно, потому что есть такое страшное медийное изобретение, как лидеры общественного мнения. Это могут быть люди, которые проявили свои таланты в той или иной сфере, но когда они начинают рассуждать об обществе, культуре, об истории, политике, эти люди такие же смертные, как и любой из нас, но их мнение гораздо более авторитетно, оно тиражируется, оно подается как некая догма, как некая абсолютная истина. Я вообще категорически против абсолютных истин. Я думаю, что человек должен ко всему, к любой информации относиться критически, особенно в это время, когда создано такое виртуальное информационное пространство, которое все меньше соответствует нашей человеческой действительности. Мы видим, как современная машина новостей, я имею в виду прежде всего западную машину новостей, потому что российская пропаганда, она не, к сожалению, даже к счастью, наверное, очень сильно отстает от нее. То есть российская пропаганда, она более примитивна, более проста, она соответствует другому историческому моменту. Абсолютно верно, просто банально устарела. Да, да. Западная система массовой информации – это четко отточенный инструмент, над которым работают ведущие психологи мира, в которые вложено неограниченное количество ресурсов, на которые работают все вот эти мировые бигдейт, вся информация, которая собирается о нас через социальные сети, через каждый наш вдох или вздох, через каждое наше движение. Они знают о нас практически все, поэтому они знают, что нам сказать, что нам показать и какой аргумент привести, чтобы убедить нас в реальности очередного фейка, который подается как последняя истина, истина последней инстанции о происходящем в мире. Это очень серьезная, очень страшная штука. Я думаю, что на постсоветском пространстве, особенно и вообще в мире, мало кто это понимает, мало кто это видит. И бороться приходится именно с этим. Я думаю, что нам необходимо, опять же, обращаться всегда к нашей памяти, нашему личному опыту небольшому к тому, что было. Я отгоняю комаров одновременно с нашим разговором. Мы слышим, какая у вас там буйная природа, как птицы поют. Птички поют экзотические, да. То есть происходит очень сложная, очень страшная штука. Делается все для разрушения нашего сознания, для того, чтобы загнать не только россиян или не только украинцев, а все человечество в состоянии постоянной тревоги и депрессии. На подносе подносятся все плохие, все страшные новости. То есть нас не будет поддержать в депрессии для того, чтобы управлять нами, потому что я думаю, что в нынешнем мире, опять же, не все так ужасно. Есть очень много организаций, движений, людей, которые это понимают, которые против этого борются, которые организовываются. Есть настоящая культура, которую невозможно уничтожить. И то, что ее не видно на экранах телевизоров, это не значит, что ничего этого не существует. Нам необходимо сделать такую банальную вещь, как просто выключить телевизор. Говоря о телевизоре, я имею в виду отключиться от этих всех внешних шумов, которые нами управляются. Да, вы знаете, я делаю новостные обзоры ежедневные, и в том числе, конечно, сейчас у нас новостей тяжелых, сложных гораздо больше, но я обязательно добавляю какое-то число новостей позитивных. Многие люди их не замечают. Они прямо пишут комментарии, ни одной хорошей новости. То есть у них отключается сама возможность чему-то порадоваться, в чем-то почувствовать уверенность. То есть они вошли вот в эту спираль страха, спираль напряжения, и вот они продолжают на ней ехать. Чисто в практическом значении. Вот как вы считаете, люди, которые подверглись такого рода массовой долгосрочной обработке на Украине, в России, у которых, может быть, даже на уровне психофизиологии что-то изменилось, клиническая депрессия, например. Вот что нам делать, чтобы вернуться не просто к нормальной жизни, чтобы мы стали жить лучше, чем в 2014 году? У меня, конечно же, нет никаких магических рецептов. Я думаю, что пандемия, которая началась пару лет назад, она была первой разминкой, первой пробой нашего разобщения. То есть наша изоляция друг от друга. Если и до этого молодежь, благодаря гаджетам, благодаря социальным сетям, многие люди разучились общаться, я думаю, что каждый из нас видел массу сцен, когда семья или семейные пары или молодые люди приходят попить кофе или приходят в ресторан, утыкаются в экраны, уже не в состоянии смотреть друг другу в глаза, общаться с друг с другом. Картинка на экране, иллюзия подключения ко всему миру оказывается сильнее, способности жить реальной, невиртуальной жизнью. То есть это все было до потемии. Пандемия очень сильно усилила эти тенденции, потому что физическая дистанция для многих превратилась в эмоциональную, психологическую дистанцию тоже. И мне кажется, что пандемия и нынешняя война – это изъявление одной и той же цепи, потому что то, что происходит сейчас, опять же, происходящее – это не столько между Россией и Украиной, как говорят медиа, сколько между Россией и коллективным Западом, точнее, НАТО, которое поставило перед собой задачу, точнее, Штаты поставили перед НАТО задачи, потому что решает все правительство США. Уничтожение России, уничтожение России в данном виде, потому что Россия – это место, где сохранилось больше всего рудиментов бывшего Советского Союза, то есть задача – уничтожение всего постсоветского пространства, потому что для того, чтобы система покончила с человечеством и перевела нас к эпохе трамманизма, необходимо уничтожить нашу историческую память, необходимо уничтожить наше понимание того, что другое человеческое общество тоже возможно. И поскольку достаточно длительное историческое время существовал Советский Союз со всеми его несовершенствами, недостатками, но тем не менее Советский Союз был живым примером того, что другое общество возможно. Я думаю, что сейчас поставлена задача по зачистке всего постсоветского пространства для того, чтобы сократить его население радикально, чтобы вырастить новые поколения, которые не знают, что произошло всего несколько десятилетий назад, для того, чтобы на руинах нашей жизни, нашего прошлого, нашей истории выстроить вот это вот стерильное общество, для того, чтобы продолжать проводить над человечеством любые эксперименты. Поэтому я думаю, что Россия сама того не планируя, неожиданно для себя, оказалась сейчас, вот Костюм Гордли, оказалась чуть ли не последним или первым заслоном на пути по уничтожению Земли. Я думаю, что это тоже огромная тема, которую очень трудно понимать. Мы видим только фрагменты реальности, мы не видим всего масштаба происходящего. То есть это уже мировой конфликт, в котором участвуют практически все страны без исключения. Просто, к счастью, он пока не доведен до своей самой горячей фазы. Тем не менее, здесь ни одна сторона не может уступить, потому что, если сейчас уступит Россия, это было бы разрушением не только России, а разрушением чего-то гораздо большего, чем Россия. И Запад понимает, что если не додавить Россию в этот момент, если не использовать эту конъюнктуру, этот момент, для переформатирования мира, другого шанса, другого момента для дряхлеющих, умирающих Соединенных Штатов, может быть, не будет. Олег, Вы хорошо сказали, что этот конфликт так или иначе затрагивает всю планету, потому что не зря называются глобалистами те люди, которые все эти вещи так или иначе внедряют и продвигают. Вот что касается Латинской Америки, где Вы находитесь, по которой Вы являетесь экспертом, как там видится происходящее сейчас событие? Или у них совершенно другая повестка? Там в новостях вообще говорят о России и Украине, обсуждают санкции, обсуждают боевые действия, обсуждают возможные изменения границ, проводят какие-то аналогии с тем, что в Латинской Америке есть какие-то, может быть, конфликты межгосударственные? Ну, прежде всего, необходимо понимать, что латиноамериканские средства массовой информации достаточно провинциальны, и они глубоко подчинены, за редкими исключениями, можем говорить о Кубе, Венесуэле, Боливии, но в большинстве стран Латинской Америки, даже с так называемыми прогрессивными правительствами, ведущие средства информации находятся в руках частных корпораций, которые в свою очередь стопроцентно подчинены американской повестке дня, поэтому то, что доносится здесь массово для латиноамериканского обывателя, это позиция правительства США. Причем в своем традиционном фейковом измерении есть правые, якобы правые, типа Fox News, и якобы левые, типа CNN. Но на самом деле это разные оттенки одного серого цвета, это позиция полностью антироссийская, антисоветская, антилевая, тоже я бы сказал, которая подается как прогрессизм. Говорить о прогрессизме новых политкорректных левых это огромная больная тема отдельная, которую мы можем когда-нибудь тоже обсудить. У нас в России левыми все еще называют приверженцев идей Маркса, Сталина, Ленина. На Западе и во всем мире левыми сейчас называются в основном люди, которые поддерживают равноправие ЛГБТ, значит, и феминизм, экологизм, все вот эти вот специфические люди называются левыми, зачастую именно о них идет речь. Я думаю, что опять же мы перед лицом манипуляций, потому что я совершенно уверен, что любые настоящие левые, которые считают себя марксистами или последователями идеи Ленина, они выступают и должны выступать против дискриминации, в защиту человеческих прав, в защиту экологии, в защиту меньшинств и так далее, вопрос не в этом. На самом деле те, кто называют себя защитниками меньшинств, защитниками экологии, те, кто называют себя феминистами, на самом деле сегодня, по крайней мере, в Европе и многих странах Латинской Америки, являются платными, финансируемыми защитниками корпораций, они выступают против равноправия, они выступают против защиты экологии, потому что они отрабатывают повестку дня, финансируемую разрушителями экологии, и что касается ЛГБТИ и так далее, происходит такая очень странная вещь, в результате их деятельности. Общество становится не более толерантным, в обществе появляется не больше любви, а наоборот, разжигается в обществе больше ненависти. Это чисто такая абсурдная Оруэлловская схема, которая сейчас, к сожалению, достаточно хорошо работает. Но, возвращаясь к нашей изначальной теме, то есть, с одной стороны, мы видим средства массовой информации, которые полностью дезинформируют Латинскую Америку, отражая позицию США. Большинство жителей, большинство стран Латинской Америки заняты выживанием, потому что, особенно сейчас, после пандемии, разрушены остатки среднего класса. Я сейчас в Колумбии нахожусь, я вижу, насколько сильно ухудшилась ситуация среднего класса и бедных по сравнению с тем, что было 4 года назад, хотя 4 года назад ситуация была уже драматической. Могу я вас попросить привести некоторые примеры? Ну вот то, что очевидно, то, что бросается в глаза. Пандемия уничтожила очень много мелкого и среднего бизнеса, потому что в Латинской Америке не было вообще никакой государственной защиты, в отличие от Европы, России, стран, которые, может быть, недостаточно, может быть, малоэффективно, но что-то пытались сделать. В Латинской Америке ничего этого сделать никто даже не пытался, и поэтому, если приводить сферу туризма, например, в которой я много раньше работал, сейчас многие лучшие провайдеры туристических услуг, рестораны, бары, то есть то, что было не результатом каких-то больших сетей или крупных иностранных капиталов, а то, что люди создавали своим трудом в течение десятилетий, это все разорилось, закрылось, это все невосстановимо. Резко возросла уличная преступность. Сейчас, находясь в Колумбии, я вижу больше людей на улице, больше людей в состоянии нищеты. Если здесь и раньше, многие по утрам рылись в мусорниках, сейчас в десятки раз больше этого. То есть картина совершенно удручающая. Понятно, что когда люди заняты борьбой за выживание, когда нет работы, когда все заняты в неформальном секторе, анализ геополитической ситуации осложнен, тем более все последние десятилетия уничтожала система государственного образования. Уровень образования сейчас резко упал. Молодежь сейчас общедоступны, скажем, интернет, гаджеты и так далее, поэтому большая часть информации о мире молодежь получает из социальных сетей, которые, как мы прекрасно знаем, тоже находятся в руках тех или иных политических сил. И эта информация не безобидна. Здесь есть очень четкая идеологическая ориентация. Поэтому, скажем, для большинства населения Латинской Америки конфликт в сердце Европы сейчас не существует, потому что существуют вопросы просто физиологического выживания. Это раз. Что касается, как обычно, недобитой интеллигенции в Латинской Америке, интеллигенции, которая всегда была прогрессивной, левой, которая была ориентирована на Советский Союз, которая относилась к Советскому Союзу с огромными симпатиями и сейчас относится. Для них это прежде всего, эта ситуация, эта трагедия, потому что для моих латиноамериканских друзей все постсоветское пространство, Украина, Россия, Белоруссия, это одна культура, это одно прошлое, это, возможно, одно будущее тоже. Как и нам это трудно понять, точно так же это трудно понять латиноамериканцам, которые в теме. При этом латиноамериканцы гораздо лучше, чем мы, знают, что такое США, они часто лучше представляют, что такое НАТО, хотя НАТО находится далеко в Европе. И совершенно понятны механизмы по подчинению слабых колониальных правительств, правительству США. В этом смысле то, что произошло с Украиной в последние годы, очень легко понять отсюда и с Колумбии, потому что это те же самые механизмы, это так называемая управляемая демократия, это разрушение государства, это превращение государства в придаток империи, скажем так, для того, чтобы пользоваться огромным экономическим и человеческим потенциалом, который есть в наших странах. То есть то, что для многих украинцев стало чем-то новым и неожиданным, чего большинство населения страны, наверное, до сих пор не поняло, для латиноамериканцев, которые анализировали последние десятилетия своей истории. В этом ничего нового нет, это тоже те же методологии, те же схемы повторяются, но, к сожалению, сейчас на более высоком уровне, на более опасном витке, где перед угрозой оказывается выживание всего человечества. Не знаю, я внятно отвечаю, потому что это очень большая тема. То есть есть большая культурная симпатия к России, вся латиноамериканская интеллигенция воспитывалась на российской или на русской культуре, литературе, и влияние в Латинской Америке огромна совершенно. Поэтому, если никто здесь не радуется войне, и всем бы хотелось скорейшего прекращения происходящего братоубийства, в Латинской Америке люди тоже понимают, что НАТО не остановится, само что США сами не остановится. Вот над нами пролетает вертолет уже, наверное, слышно его. Может быть, я опять что-то не то говорю? Здесь рядом... Нет, как раз вашу речь тоже было отчетливо слышно. Олег, интеллигенция, она насколько многочисленна, о которой мы говорим? Она малочисленна, она малочислита, и она тоже очень сильно изменилась в худшую сторону, потому что если традиционно латиноамериканская интеллигенция была левой, была с народом, сейчас те же средства массовой информации, которые разрушали, портили нашу советскую интеллигенцию, они сейчас проводят ту же работу и в Латинской Америке. И у многих людей, то есть человек с высшим образованием и интеллигенция, это тоже его вещи совершенно разные. У так называемого среднего класса в Латинской Америке постоянно создается иллюзия в том, что он заслуживает большего, может иметь больше и так далее. А большинство населения бедные, они полностью исключены из экономики, они исключены из повседневной жизни, они всем мешают, поэтому тоже происходит рост такой социальной обиды, маргинализации, что чревато социальными взрывами, причем в отличие от предыдущих эпох, население менее идеологизировано, чем раньше, нет социального проекта, нет политических организаций, которые могли бы направить этот процесс, протест в какое-то созидательное, в какое-то конкретное русло. Поэтому сейчас очень легко внедрять тезисы типа феминизма, типа защиты животных, называть это новыми тенденциями нашего времени, новой восприимчивостью, для того, чтобы тешить чьего-то самолюбие, и для полуграмотных людей им сейчас очень легко оказывается втюхивать любые красивые идеи, красивые лозунги, за которыми ничего не стоит, кроме интереса власти, которая, естественно, заинтересована в сохранении себя, в уикавечивании себя, то есть власть сейчас может менять окраску, она как хамелеон, она может называться левым правительством, правым правительством, но суть олигархии правящей Латинской Америки не меняется, и кураторы у нее одни и те же. У нас в российском интеллектуальном сообществе периодически высказывается мысль, что Латинская Америка, она как раз могла бы стать новым таким центром силы, пан-регионам, вот на днях буквально было объявлено, что Бразилия и Аргентина создадут валютный союз, единую валюту, говорят о том, что да, в Латинской Америке сильны левые настроения, возможно, там создадут какое-то мощное, межгосударственное, социалистическое образование. Вот что вы скажете по поводу единой валюты, и что вы скажете по поводу каких-то суверенных перспектив Латинской Америки в противовес влиянию транснациональных корпораций Соединенных Штатов Америки на континенте? Я начну со второй части, с более простого. Я думаю, что несмотря на то, что эта идея создания латиноамериканской валюты, независимой от доллара или евро, она не нова, об этом очень много говорили еще при жизни Чавеса, то есть больше порядка 20 лет назад, 15 лет назад, когда Латинская Америка была ближе к этому, чем сегодня, несмотря на то, что эта идея очень симпатична, очень красива, очень рациональна с точки зрения экономики, я думаю, что нынешние правительства Аргентины и Бразилии, несмотря на то, что они являются, ну, относительно прогрессивными на фоне многих таких совершенно ультраправых фашистских режимов, типа Бальсонаро или Макви, или того, что правило тех, кто правил в Колумбии еще пару лет назад, я думаю, что эти правительства до сих пор слишком несамостоятельны в своей внешней политике, они слишком зависимы от США, они слишком осторожны, я не вижу в них способности к каким-то резким антиэмпириалистическим движениям, потому что всем страшно попасть под санкции, Латинская Америка очень сильно до сих пор зависит от экономики Соединенных Штатов, и я думаю, что это, опять же, скорее красивые декларации или дополнительный повод для каких-то торгов, для договоренностей с Соединенными Штатами, чтобы получить какие-то преференции для того, чтобы пока не совершать этих шагов. Я думаю, что очень опасно выдавать желаемое за действительность. Олег, вот теоретически, если в Соединенных Штатах Америки разразится некая гражданская война, у нас тоже об этом периодически говорят, что у них там в результате вот этих всех политических игр с Black Lives Matter и так далее определенное усугубляется расслоение и по национальному признаку, и по политическому, там, республиканцы-демократы, и, опять же, традиционалисты, и левые либералы, вот это вот все может в какой-то момент вылиться в такой масштабный социальный взрыв, противостояние, что государство американское не сможет заниматься какими-то внешними влияниями, оно будет сосредоточено года на три на себе. Вот в таком теоретическом контексте Латинская Америка могла бы вдруг осознать себя субъектом и начать какие-то суверенные реформы? Я думаю, что те, у кого сейчас в Латинской Америке власть, опять же, мы можем говорить о двух уровнях власти. С одной стороны, это традиционные олигархические семьи, их всего по несколько семей в таких странах, как Чили, Колумбия, Перу, которые решают практически все, они изначально ориентированы на Соединенные Штаты. И в случае гражданского конфликта между воображаемым Севером и Югом, они бы поддержали рабовладельческий Юг США. Опять же, я хочу уточнить, мне немножко резанул слух термин «левые либералы». На самом деле, так называемые левые либералы, они еще более правые, чем правые консерваторы. Ну, левые либералы, да, это имеется в виду как раз последователи глобальных вот этих всех новаций. Также западная пресса называет их левыми для того, чтобы запутать обывателя, который думает, что быть левым это быть сторонником трансгуманизма и так далее. Но у нас, кстати говоря, эта пропаганда как раз работает. У нас довольно много, я подписан, на каналы традиционалистов, у которых антиглобалистская повестка. Они говорят, вот, Болсонару нормальный мужик, он за традиционные семьи, а Сильва, он же, он левак. Ну, левак, значит, он за вот это все глобалистское, понимаете ли, действие. Ну вот, Павел, я думаю, что в этом одна из побед глобализма, несомненно, потому что она внушила нам вот эту вот структуру, да, я думаю, что совершенно искаженную, потому что здесь, в Латинской Америке, где существует какая-то семейная традиция и так далее, нет, нет особых противоречий, как на уровне городской культуры для молодежи сексуальная ориентация кого-то вообще не является темой большой и даже говорить об этом вслух много неприлично, это личное дело каждого. Другое дело искусственно раздувать эту тему и превращать это в фетиш. Я думаю, что выступать против глобализации, призывать всех вернуться к миру, которого не существует уже больше ста лет, это тоже опасная утопия. Одно дело уважать традиции, защищать традиции национальной культуры, несомненно, да, выступать против вмешательства внутренней дела других стран, несомненно, да, опять же, пока эти государства не превращаются в угрозу для остальных. Но при этом мы не можем думать, что мы можем вернуться к миру ста летней или двухсотлетней давности. Это тоже опасная утопия и иллюзия. Я думаю, что процесс глобализации человечества будет продолжаться, просто необходимо придать ему совершенно новое направление, другое содержание. То есть нам необходимо говорить не о трансгуманизме, а о гуманизме. Надо говорить не об общечеловеческих ценностях, а о человеческих ценностях. На практике это оказывается очень разные вещи. Я думаю, что здесь пропагандистские крайности одной и другой стороны подпитывают друг друга. Но возвращаясь к вопросу по поводу Латинской Америки, о том, что Латинская Америка может стать каким-то горнилом, каким-то источником будущей трансформации к лучшему всей человеческой цивилизации, у меня нет надежд или иллюзий, которые могли быть еще 15-20 лет назад. Я вижу, как сильно Латинская Америка сейчас откатилась назад, несмотря на то, что здесь есть интересные организации, есть думающие люди. Но, к сожалению, огромная проблема в чем? В том, что очень сильно упал уровень образования и, с другой стороны, манипуляция СМИ и социальными сетями, она вышла на совершенно другой уровень и вот этот процесс, о котором мы говорили немножко раньше, люмпинизации общества, он продолжает наступать. Я не вижу сегодня реальной политической силы в Латинской Америке, которая могла бы успешно противостоять этому. Многие это понимают, многие пытаются. Мы сейчас беседовали со многими друзьями и здесь, в Колумбии, вообще, я в контакте с Латинской Америкой, уже есть понимание этого. Но, к сожалению, нет новых организаций, нет новых политических сил и движений, которые бы могли успешно с этим бороться, за исключением разве что индейских движений, которые лучше всех организованы, которые, с одной стороны, представляют какие-то традиционные ценности, настоящие традиционные ценности, лучшие. В это же время это и социалистические ценности, если нам обязательно добавить какого-то изма в этот анализ, то есть, это общинная культура индейцев, где личные интересы всегда были подчинены интересу коллектива, обществу, общины. И я думаю, что это очень важно, это существует, существует самоорганизация индейских и крестьянских общин в Мексике, Колумбии, в Перу, которая сейчас восстала против государственного переворота, о чем пресса молчит, как западная, так и российская. Расскажите нам вкратце, потому что об этом информации на самом деле мало, даже в Телеграме. Я думаю, что ситуация достаточно печальная. В Перу было избрано пару лет назад правительство Педро Костильо, которое впервые за очень много лет этот президент был сельским учителем, он индеец, он представитель низов. Скажем, впервые президент, который не был представителем олигархии или международных финансовых организаций, он худо-бедно правил страной, я думаю, что он не был готов к власти, социальные силы Перу тоже не были готовы к победе, допущено огромное количество грубейших ошибок, он был далеко не блестящим президентом, это всем достаточно очевидно, и пользуясь его ошибками и ошибками его окружения произошел парламентский переворот, он был свернут при поддержке организации американских государств, при прямом вмешательстве Госдепа США к власти приведено правительство полностью подчиненное интересам Запада, это произошло незамеченно, потому что вот такие парламентские перевороты в Латинской Америке незаметно происходили последние 10 лет, это произошло в Гондурасе, это было в Парагвай, это было в Бразилии, это было в Боливии против правительства Эва Моралиса, то есть была серия таких переворотов, которые происходят на грани легально допустимого, на самом деле это свержение законных правительств, но поскольку законные правительства имеют очень много врагов в среде так называемой интеллигенции, адвокатов и так далее, которые привыкли манипулировать реальность, у которых в руках средства массовой информации и так далее, это выдается за легальную смену власти, но почему так власти приходят не какие-то демократические прогрессивные силы, а традиционные хозяева страны при полной поддержке США, которые закрывают на это все руки. А в чем цель? Упростить доступ к каким-то природным ресурсам? То есть там появятся новые медные рудники? Перу это богатейшая, одна из богатейших стран не Латинской Америки, а мира. Важно сохранить контроль над этим всем и очень важно не допустить прецедент прихода к власти никаких сил, которые бы не были опробированы госдепом и которые не представляли бы интересы хозяев нашего мира. То есть происходит переворот, президент оказывается арестован и в тюрьме, он сейчас в тюрьме в Перу. Начинаются индейские выступления по всей стране, они жестоко подавляются, пресса молчит, международные латиноамериканские правозащитные организации молчат, те, кто пресса молчит, пресса, которая всегда имела готовые первые страницы газет на протесты где-нибудь в Венесуэле, на Кубе, в России, Беларуси, в Иране, вся эта пресса молчит. В Перу происходят настоящие полицейские расправы, репрессии нарастают, сопротивление в ответ на это тоже нарастает. несколько дней назад, позавчера, по-моему, десятки, может быть, сотни тысяч индейцев, которые прибыли со всей страны в столицу Перу, в Лиму, они заняли, захватили Лиму, пресса об этом молчит, ничего не происходит, президент, якобы президент, на самом деле, узурпатор власти, ее зовут Дина Булуарте, обращается к Перуанскому Конгрессу с просьбой принять в стране иностранные войска и иностранное оружие на случай подавления протестов. Пресса об этом тоже молчит, никто об этом ничего не говорит. Я вчера читал этот документ. Ничего себе, пришел к власти на иностранной военной поддержке. Это, конечно, мощно. В Америке этого очень много было. Уровень популярности, точнее, непопулярности нынешнего путчистского правительства Перу составляет от 80 до 88 процентов населения, которое отвергает эту власть. Это сейчас происходит в Перу. Все об этом молчат. К сожалению, это стихийное движение, которое вряд ли увенчается каким-то радикальным изменением. Сейчас власть думает, у власти очень много ресурсов для того, чтобы перенаправить энергию протестов. То есть достаточно найти любого более харизматичного персонажа, чем нынешняя президентша. Можно ей пожертвовать, ее можно даже посадить в тюрьму, провести над ней суд, посадить нескольких стрелочников. Но власть удержится в одних и тех же руках, потому что чтобы действительно изменить реальность к лучшему, необходима организация, необходима серьезная работа, необходим идеологический проект. В результате стихийных протестов, как мы это видим в разных странах мира, эти протесты бывают быстро, часто оседланы совершенно другими силами, и люди в своей бесконечной наивности думают, что свергнут одного супостата или коррупционера к власти могут прийти другие люди, которые будут за все хорошее против всего плохого. Это еще одна огромная проблема, которую нам всем надо каким-то образом решить. Олег, я очень рад, что вы согласились на интервью, потому что у нас в России как раз часто кажется, что у нас какие-то уникальные проблемы, у нас какие-то уникальные решения, вот мы слышим, что и в Латинской Америке все то же самое, и даже если происходит какая-то революция, выгодоприобретателями оказываются те же олигархи транснациональной корпорации и коллективный единый там Запад, капитализм, если еще упрощать, да. Второй момент, многие сейчас из России сбежали, думали, ой, наверное, лучше будет жить там в Турции, там в Израиле, в Европе, и вдруг выясняется, что в Германии невозможно найти жилье с приличным интернетом, то есть как бы казалось бы, где отсталая Россия, где там процветающая технологичная Германия, ну и конечно же, что касается работы и противостояния глобалистам, противостояния олигархам, я думаю, это очень такая важная тема, всегда хочется думать, что, ну, наверное, вот в Латинской Америке-то они там сейчас такие хорошие ребята, они создадут макрорегион, и вот мы будем с ними дружить, все будет хорошо, надежды эти тщетны, надо работать самим, я думаю, что надо работать самим, надо работать вместе с другими, надо, я думаю, что связи с Латинской Америкой, с латиноамериканскими организациями очень важны, здесь есть свой уникальный опыт, я думаю, что все мы, в конце концов, ищем одних и тех же решений, все мы простые люди, все обычные люди, все, кто не является власть имущими, и мы оказались в каком-то общей ситуации, в общем, тупике или загоне, и я думаю, что кроме нас выхода никто не найдет, поэтому сейчас очень важно не изолироваться, не самоизолироваться, а наоборот, больше общаться, задавать друг другу больше неудобных вопросов, и вместе думать над их решением, я думаю, что при отсутствии формул, к счастью, я не верю в легкие формулы, как и в инопланетян, которые прилетят и решат за нас все наши проблемы, и я думаю, что формула как раз в том, чтобы не иметь формул, а вести такой совместный критический поиск ответов. И творческий, творческий, и критический. Дорогие друзья, это был Олег Ясинский, подписывайтесь на его телеграм-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы для наших следующих бесед. Олег, большое спасибо. Павел, спасибо вам огромное. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok